У нас сегодня 13 сентября 2020 года, воскресенье. Я, как всегда, стою в 4.40. У меня еще одна контроль. Бывает, человека три звонят по каждому утру, чтобы я прошу, чтобы не проспать. Но они меня заставили уже часа два. И сегодня тоже. Сразу вышел на меня лекарственник Максим. Из Москвы. И говорит, вы мне обещали книгу к истинному православию. Надпишите ее. К вам едет Игнатов Сергей Егорович. Ну, я свои дела в скале прикрыл. И бежать сюда. Вот эту книгу. Принес ее сейчас. Можно показать. Эта книга мне далась не просто. Почти 40 лет я по крупицам собирал материалы. Она из документов, почти из одних. Любое. Как мне сказали, там диссертации по ней защищают. Вот это. Я ему надпись делал. Прочитаю ее громко. Дальственная надпись. Жизнь во Христе Иисусе уже на этой земле есть величайшее, истинное, немеркнущее счастье и постоянная радость даже в бедах и болезнях. 13 сентября 2020 года. Игнатий. Все. Ну, Максим Никертенко, он живет не в Москве, а в Киеве. Ну, в Киеве, значит, не в Москве. Да. Я вот без людей. Вот вчера на прогулке, когда мы были, с собакой гуливали, то и вы сказали уезжать. И для меня это была такая неожиданность, потому что я так ждал вас. Вы так нужны мне здесь. Потому что я хотел устроить вашу встречу, отец, с людьми, чтобы вы рассказали о себе, если пожелать слышать. Потому что недруги здесь, а они дошли уже прямо вплотную и уже совершили. Хулана Духа Святого, как батюшка говорит, это его слова. Потому что люди, которых Господь нашел, которых обратил, которых теперь возвышает, дает духовный рост, они считают ни за что. Это все вроде обман. Но вы живой человек. Тем более, когда сейчас, завтра утром встречать будем еще несколько братьев, едут. И с ними я постараюсь зайти с их разрешения, этих людей, которые богохульствуются буквально. Батюшка говорит, вы что угодно можете говорить на меня, то другое, но то, что труд Духа Святого выхудить, это вы понимаете, что вы делаете? Но они, видимо, один другого поддержат в злодействии, эти люди, и выхода им никакого нет. Если только уже Господь рога сломит и обземлю. Так, я вас уговаривал, вы говорите, билеты взятые, дальше на работе никак нельзя вам. Я всяко пытался вас задержать, хотя бы, потому что, ну, сегодня воскресенье, завтра понедельник, вторник. А тут среда, среда, среда у нас престольный праздник. В честь Святого Афима Никомедийского, 16 сентября, по новому стилю, по старому, третьего. И приезжать, ждем митрополита Алтайского, Барнаульского, Сергия Иванникова. Он, как правило, не один со священством приезжает, всегда так торжественно. И я вас всех хотел с ним познакомить, потому что до этого митрополита, тут был другой епископ, отношений никаких не было. В наш адрес только хула шла. Но, теперь уже раскрывается, тогда был, наверное, еще Алексей Второй, и он нашего Евтихия спросил. Вот две общины, а почему? Две остались только, она ведь в Советский Союз, которые не вошли и никому не пристали. Ну, юрисдикциям, 13 юрисдикций, а теперь больше. После признания акта о каноническом общении, зарубежной церкви православной, патриархии. И почему? А Евтихий будто бы ответил. Было бы по-другому, если бы епископ вел себя по-другому. А епископ был в то время Максим Дмитриев, он где-то там Елья или Елец, что-то такое, там, далеко. Ну и там, конечно, еще сравнивать с богатой такой метрополией, как Алтайский край, как его называют, жительство Сибири. А этого прислали епископа, он архиепископом даже, кажется, не ставит, сразу митрополитом. Ну, епископом побыл. И он все время с нами. Я по-другому его назвать не могу, как отец родной. И когда спрашивают, а какой вы вредиксы у нас, Иларион как был, так и есть, за рубежей церкви, Капрал. И когда бывает он здесь, и он это знает, он знает, что мы в патриархию не вошли. И про те дьякон, и он сам возглашает, первое, патриарха Кирилла, второе, Илариона, как правило, потом его дьякон произносит. Ну и все, мы здесь и находимся. А, и территориально, к которому епископу относятся здесь уже где-то. Ну, с тем мы не встречались, и тот крайне агрессив на нас. Как говорят, там, западная вода Украина, не знаю где-то. Ну, священники, которые вырвали, он, говорит, вызвал, сказал, кто-то в Татриарху поедет, ну и все. А тут уже связи, священники, всегда с митрополитом, отдельно-то не ездят. Он всех отрезал, никого нету нигде. Вот оттуда вот это нагнетание, слава Украине, она и на церковных людей падает. Может быть, это не так, не оттуда, но поведению просто никуда не годится. Ну, я ему один ответ ответил, он сразу попятился и больше не вылазит. Я ответил по Писанию, местописание, на этом все. И вот вы, когда мне сказали, что не можете остаться, вы мне из ума не выходите. Если у вас есть какие-то вопросы, тем более сегодня уезжаете, тем более у нас время уходит еще к церкви будем, ну, я сразу спрашиваю, какие есть у вас вопросы. Давайте. Для меня, Геннадий Тихонович, сюда приезд всегда является большой радостью. С тех пор, как я с вами познакомился, это было практически в 2017 году, когда я сюда впервые приехал, то с этого времени я для себя сделал вывод, что уже во время отпуска своего я уже никуда не поеду. Ни на Кавказ, ни в Крым, ни в Закарпатью горы, а только сюда, пока жива ваша христианская православная община. Такого сына, как здесь, несмотря на то, что здесь отсутствуют какие-либо исторические достопримечательности, я не видел. Поэтому, приезжая сюда, я наполняю свою душу вот такой вот неизреченной радостью. Потому что здесь все во Христе. Каноны, правила, любовь, труд. Ну, все, как Господь повелевал дело, так тут и делается. И это при том, что есть силы, темные силы, они о себе дают знать, я об этом знаю, которые хотели бы, чтобы тут было все поймо, как в миру. Но, слава Богу, вы держитесь, по Божьей милости, трудитесь, обустраиваете свой поселок своими силами. И дай Бог, чтобы и дальше добрые люди, благотворители, помогали вам в этом деле. Я, когда сюда ехал, то так получилось, что нужно было заехать в ряд мест, в том числе и на родину своего отца Игнатова Егора, который родился в селе Зверево, Донковского района, Припятской области. Там 50 лет не было. Мальчик там был, когда там приезжал туда. С этого времени эта деревня практически захелела и умерла. Да, одни только там старики живут, нету школы, нету больницы. И на этом фоне, конечно, вы это село восстановили с 1991 года, и оно держится. Школа тут есть, люди живут. Ну, в общем, тут жизнь более-менее кипит. У нас там нет, но там и церковь, в которой, оказывается, практически пришла в упадок. Есть только здание огромное, красивое, но оно бездействует. И раньше там было даже и амбар. Вот, а теперь вообще ничего там нету. Столько стоит зданий, и все, жалко. Но так и получается, где нету позже благоволения над вселением, там, видимо, и нет перспективы его развития. Здесь это есть, и это вижу. После исследования, мне пришлось, я захотел приехать и познакомиться с человеком нашего времени, о котором слишком много повествуют в средствах массовой информации. Столько много на него вылета грязи, и, с другой стороны, столько много похвалы, что, ну, просто-напросто не мог не заехать, следуя к вам. Речь идет о городе Среднеуральске, и находящемся там в лесу, в Среднеуральском женском монастыре, игуменом которого был до решения струда церковного Скиугулин Сергий Романов, бывший работник милиции, оперативный работник. Я тоже из бывших работников милиции, следовательно, работал. Приехав туда, я передал вашу прозвищу, ваше приглашение, что вы ждете его в православном селе Потерябе, с командой монахов, монахников, кто там есть, с тем, чтобы получить такое вот настоятельное обучение по участии в миссионерской деятельности. У вас, вы занимаетесь этим вопросом всю жизнь, свыше 46 лет, я знаю, 58 лет. У вас это здорово получается, вы написали нужные книги, которые вам Господь на душу положил, сняли свыше 27 тысяч видеороликов, на которых я подпитывал Словом Божьим свою душу. Вот написано в Словах Давида неоднократно, что Словом Божьим оживляется душа моя. И вот, когда читаешь Псантырь, читаешь Библию, действительно оживает душа. Но так же самое она оживает, когда я слышу ваши проповеди, слышу ваши видеоролики, в которых вы говорите, экстраполируя события Ветхого Нового Завета на сегодняшний день. Ну, побывал там и передав вашу просьбу Силу Гимнасергию, сейчас уже бывшему в понятии московской патриархии, хотя там с этим решением, не согласно, принимая его внимание, что есть вопросы к тому, что суд был неправильный. Ну, с этим можно согласиться, с этим можно поспорить. То факт остается фактом. То, какое правосудие происходит в кавычках в нашей московской патриархии, заставляет задуматься. Не так оно должно быть, как оно происходит на самом деле. Игумен Сергий ответил, что у него нет документов. Я не знаю почему, вопрос этот не выяснял, потому что сзади меня оставила очередь таких же самых паломников, чтобы с ним пообщаться. И поэтому он предложил в свою очередь вам приехать в Средневиральский женский монастырь. Ну, и для этого он меня состыковал с иеромонахом Иоанном, который дал мне телефоны, средства связи с монастырем. Если Господь управит, то они вас там ждут с большим, так сказать, удовольствием и нетерпением. Но как оно будет, решать, конечно, вам. И он передал вам книгу, которую прислали ему с Афона. Ну, это сборник выписок из канонов церкви, выписки из истории церкви православной. И там многое содержится всего того, что я читал и в вашей книге, в том числе и о крещении. Меня что задело и заинтересовало, что в этом монастыре строго выполняются ряд канонов церкви. Я скажу, что все, а ряд, в том числе и крещение, путем тревогратного погружения. Вот. И, да. Поважите. Вон, кисть на православие, над боком лежать, вверху, да. Конечно, она не сравнится с тем, что написано благодаря вашим трудам. Так, попутно пока, не забудьте, о чем говорил. Я дам одну книгу вам, бесплатно, как и эту, и никому ее не отдавать, а только срочно, важно, священник просит, дайте с возвратом, чтобы она у вас была, как в библиотеке. Вы хозяин ей. Никому не отдавать. Надо будет, свяжемся, выпишут. Я понял. Вот. Ну, не забудьте, какую отдавать, которая с нами будет, значит, Максиму. Которая подписана. Вот так. Можно положить будет. Здесь не забудьте. Все. Вы там говорили о монахах. Дальше. Конечно, не знаю, как вы на это реагируете. Вы, в принципе, сказали, что у вас тоже есть сложности, все-таки возраст, расстояние. Но, тем не менее, такое приглашение вам дано, и вы можете озвучить ваше отношение к этому вопросу. Далее. Я обратил внимание, что в этом монастыре так же самое, как и в остальных монастырях и церквях. Те же самые нерешенные вопросы имеются, которые сами насильники монастыря и церковном начале, ну, как бы они замечают и считают вполне таким вот естественным, и менять ничего не надо. Речь идет о том, что люди там действительно молятся Богу, читают акафисты, днем и ночью, по графику. Я видел этот список, эти графики. Видел, что люди ночью приходят в храм, читают многотысячные имена, которые, о которых просят Богу об издравии и упокоении. Читают салты, читают, я сказал, уже акафисты. Но, но, люди получают благодать только душою. А вот чтобы эти слова, которые были прочитаны и сказаны устно, легли на ум, этого я не вижу тоже у них. Речь идет о том, что богослужение в московской патриархии идет на церковно-славянском языке. Я вот когда находился вечером перед причастием на богослужении, где вычитывали каноны церкви, ну, понимал только, Господи, помилуй, такие вот, которые я знаю слова. А все остальное было для меня скрыто за семью печатями. Хотя я уже 60 лет, мне 61-й год пошел. И, казалось бы, должен знать церковно-славянский язык, но как-то не лежит у меня на душе изучать то, что написано живымным, дано по-русски, по-украински. Вот поэтому, когда читались эти каноны, я просто-напросто делал поклоны, чтобы, так сказать, как-то с пользой и для души, и тела было. Вот. Игнатий, икумин Сергий, конечно, человек незаврядный, к нему тянутся люди. Это факт. Я встречался с водителем из Кургана. Он является предпринимателем. И ремонтирует машины. И он говорит, все у меня есть. И достаток, и жена, и дети. Но вот без пьянства меня иногда схватывает. И я могу быть неделю в запое. И я когда узнал, что есть возможность без всяких этих вот кодирований вылечиться от этого недуга, а за этим пьянцем стоит самоноставленный бес, без наркомании, без пьянства, без наивии. Вот страсти. Они всегда кем-то руководятся из этого мира падшего. И он приехал в этот монастырь. Его там оставили. Ну, так вот, периодически оставляют, на 10 дней, с тем, чтобы с ним, так сказать, вести соответствующую деятельность. Я не знаю, как оно происходит на самом деле, но результаты есть. Действительно, раковы больные, но далеко не все получают излечение. Об этом написаны, об этом рассказано много и в фильмах об этом монастыре в Средневиральском. Вот. Монахи, они там, дружные, там, более-таки, свыше 500 человек там. Средства вложены в развитие этого монастыря колоссальные. Я вижу там пять зданий церковных. Всегда Троицкий собор. Потом школа, монастырская школа, где учатся дети с первого по одиннадцатый класс. Лечебница там находится, где находятся больные, в том числе и онкологически больные. Много там чего есть. Средства, говорю, вложены немалые. Кладбище, это, ну, как, ну, тоже, так сказать, такое в духе современности выполнено. Каменные такие вот дорожки, хорошо поставленные кресты, даже письма посмертные людей, которые умерли и оставили после себя обращение к нам живущим. Есть обращение, я не помню, в какой ее возраст, но молодой девушке, которая говорила, что я очень благодарна за то, что попала в этот монастырь, несмотря на то, что я неизлечимо больная, я благодарна именно Сергию, за его отечественную любовь. Он действительно любит людей, любит детей, поэтому ему не откажешь. Но есть другие вопросы, которые, конечно, вызывают к нему, ну, так сказать, в свою очередь вопросы, и на которые нет однозначных ответов, в том числе, его, так сказать, отношения и послушания церкви, во главе которой могут находиться и лютые волки в вещешкурах. Ведь апостол Павел писал, что после нас из вашей среды, а он обращался к священникам, которые были им же рукоположены, епископы, восстанут люди, которые будут превратно учить. Это означает, что волки в вещешкуре не вошли, хотя я не знаю ни одного этого волка, который бы так сказал, я волку в вещешкуре и делаю это вполне сознательно, чтобы разрушать церковь изнутри. К нему тянутся люди. Очень много людей, я уже рассказывал об этом. И хотелось бы, конечно, чтобы этот человек из Кубин-Сердии не погиб. Ведь когда я там был, на следующий день пришло сообщение о том, что церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил не только его, не только не заложил его Игнатия Сергия Романова, но также и все шесть священников, которые ему сослужили. Потому что после решения церковного суда о неизложении Суховного Сергия решения его сана, он продолжал, насколько мне известно, ну пусть может не так активно, но допустим исповедовать людей, находиться в алтаре, вот, и за то, что сослужили ему священники, их тоже автоматически, ну по решению Суховного Суда решили сана согласно панону церкви. Я знаю, что у нас много сейчас в России, может и не так много, но есть движение не поминающих батюшек, священников, которые не поминают нашего патриарха Кирилла, потому что есть вопросы к нему, связанные с экуменизмом, с тем, что несовместимо с православной верой, согласно учениям отцов, для которых общение с иередиками, к ним относится и западная римская церковь, недопустимы для православных не только миллиардов, но и священников. Хотя я знаю, что у вас на этот счет есть свое мнение, вы человек независимый, для вас авторитет, прежде всего, Библия, Слово Божие, и вы находите аргументы, ссылаясь на Слово Божие, по которому вполне допускаете возможным сказать Аминь, не только человеку, который православный прочитает Мариату Отче наш, но даже и сектанту, и даже получить благословение у священника Сыринской Западной Церкви. Я, собственно говоря, тоже не нахожу никаких препятствий к тому, чтобы так поступать и поминать в своих молитвах даже волков в овечьей шкуре. Написано, что молитесь о врагах. Если уж мы о врагах молимся, то о заблудших своих братьев, какие бы они ни были, священнослужители, миряне, вы тоже должны молиться. Ну, как бы так. Мне спрашивают по интернету мое отношение к Си Игумену, к Сергию Романову, отношение и вот в таком положении что делать. Я говорю, дело в том, что я для них никто, если только не отрицательный. Дело в том, что от них поступило, кто-то переслал мне, что главное, он бы если приехал к вам, то главная тема разговора была бы чудотворная икона-вспорительница и о том, что нужно служить на церковном славянском языке. Ну, понимаешь, это меня отбросить на 58 лет назад, когда еще Библии у меня в руках не было. Я если приеду, там другого разговора и не будет, я приехал, его нету. Где-то он выйдет, около него тут люди. И как я ему это скажу, я вижу, что в священном писании ему нужна помощь. Это определенно. Нигде Слово Божие не изучают. Я не видел никаких собраний у них, ни благовестников, ни раздачи Евангелия, тем более по благословению патриархи Кирилла изданных крупным шрифтом жирным и красной обложкой. Нет ничего этого. И говорят, ну а в чем его ошибка? Но ошибка в том, что он незаконно рукоположен. Это первая самая роковая ошибка. И у него портрет висит Сталина и патриарх Алексея Второго рейдинера. Он меня рукоположил. Но патриарх, поступающий не по канонам, подвергается извержению, а не благословению. Каноны не делают различия. Это епископ или патриарх он нарушил. И поэтому вот даже сейчас выезжает наше и Вячеслав Семенов пошел к священнику и говорит, батюшка, как он говорил, он расскажет, но сегодня он сбросил материал. Дай мне грамоту, что я выезжаю, я не на отношение. Он говорит, на каком основании апостольское 12 правило показывает. И священник ему выдал с печатью на бланке церковном. И теперь я так и буду делать священник. Понимаешь, как он? И Вячеслав говорит, это Бог сделал, что у меня такие хорошие отношения. Вячеслав Семенов из Казани. Вот теперь отношения это отношения. Я стал внимательно смотреть, когда он был на приеме у митрополита Кирилла Екатеринбургского. Какое было отношение. Он знал, что он не тот, которого можно рукополагать. Вот был вор. Он вернулся, ну, все, отрезал. И он не вор. Его вору никто не назовет. А если убийца, он до самой смерти покаявшийся убийца. Апостол Павел постоянно напоминает, я гнал церковь. И дальше убийца эта печать не смывается, потому что там кровь. А он служил, говорит, в милиции, и монтировкой ударил, который был с ним, отец за него. А тот и человек доверился, и они напали на него, но он его убил. И так зарыли, или сожгли. И после этого рукополагательный. Не знаю, потому что у него документов никакого нет. тысячи документов не оправдает канун, да и так понятно, как подходить. И вот теперь дальше я смотрю, он беседует с митрополитом Кириллом. Кирилл этот, Екатеринбургский, когда они хотели храм-то построить, и там смута-то какая была. Он уже в парковой зоне прожаренный. Дождался, пока Путин сказал, делать реперендум. Ну и все люди проголосовали, храм строите, но здесь от площадки гулять с детьми негде, собаку выгрыть негде. И он уже ужаренный. Сразу стали спиливать там стал бы убирать. В течение одного дня они все развезли. Ему шемлинуться нельзя. Его власть сразу похлопнет. И он ведет себя скромно, как это мое личное мнение. Он разговаривает с ним достойно и предлагает ему что и где и как. Он упустил главный момент. Он сразу патриарх не такой еретик, Путин убрать мне власть на три дня, но все же понимают в своем ли убежище. Я в три дня наведу порядок в стране. Как ты наведешь порядок когда у нас вот и мусульмане и они видят и православные тебя слушать не будут. Ну слова за которые не думают отвечать. Но это хорошо. Ну допустим пришел к власти другой диктатор сразу в одну ночь всех расстрелял. Ну тогда конечно но расстрелять придется не меньше десяти миллионов. всю администрацию как я попутно расскажу маленький такой рассказ я вкрапление люблю делать будто бы идет заседание Государственная Дума и в это время заходит Сталин. Ну все поприветствуют. Сталин радошек лопать. Иосиф Васильевич занимайте главное положение так на повестке дня два вопроса. Первый всю Думу расстрелять Второй Белый Дум покрасить зеленым светом Все проголосовали благодарю товарищи что по первому вопросу возражений нет расстрелять никто даже все поняли так и надо а зеленым светом на какая нам разница так и здесь я это сразу вспомнил и вот здесь разница в том что его им пользуются пользуются разные-разные люди он не видит все время в лесу где-то и считают по бумажке у меня такое впечатление будто бы он первый раз эту бумажку видит спотыкается пересчитывает там строчку ну и каждый раз фактически это на одном месте он стоит он не движется это я увидел все и когда в это время метрополит был я теперь говорю как он должен себя вести владыка я сам снимаю добровольно не вы снимаете я снимаю а это большая разница жена ушла или муж ее выпнул когда дура не ушла вчера надо было уйти я бы теперь говорила я бросила а теперь у меня шарахнул ее головой об стенку вот так и здесь и я думаю как раз это и надо было сделать и метрополит все похоже так больше я этим не занимаюсь монастырь принадлежит вам а куда он денется это территории ну я людям скажу что было но мы священники которые были со мной вы их простите они не виноваты мы так понимали где-то так и я дальше прошу разрешить мне приходить к вам за благословением и у меня сейчас просьба к вам владыка я вот все оставляю но у меня хорошие связи остались хорошие люди здесь я теперь понял что надо идти на благовестие иисус говорит идейте по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать и осужден будет Марка 16-15 и владыка разрешите мне пользоваться этими людьми которые здесь ну кого-то отсеют были заключенные вроде упокаялись у меня знакомый есть Игнатий Лапкин и я беру сейчас 200 человек еду туда он сказал в течение одного месяца проведет миссионерский курс будем заниматься день и ночь и образовать по два человека 100 миссионерских пунктов сразу же идут в народ и взять под контроль это все все благословляют своего митрополита Кирилла Екатеринбургского представить что будут говорить какая литература главная литература по благословению патриарха изданной четвероевангелия и книгу показать да что-то где-то не так мы книгу-то не будем чтобы поняли где мы под чьи влияние попали владыка благословите нас я даже думаю так что владыка благословил бы они бы приехали я бы прокормил их положить есть где мы бы все кельи заняли мужчины все же неизнеженные какие-то у меня столовая где все было столы размером метр восемьдесят чтобы можно было спать у меня балерина еще на три этажа здание ну такое сооружение балерина аббревиатура башня летняя резиденция Игнатия Лапкина вот что надо было делать а теперь если я приеду во-первых он извержен если рукополагал патриарх Алексей Второй не Викентий Викентий митрополит Викентий рукополагал ну по благословению патриарха Алексея Второй он как говорил то это не значит что теперь Кирилла можно патриарха как-то отвергать он напрасно это все сделал ну я ведь сделал это предал Анапе что изменилось и сам ему видимо я думаю так вызвали власти и сказали еще раз вылезешь ты никогда из тюрьмы не выйдешь а то и вообще исчезнешь и он сгинул больше нигде нету власти умеют работать я у них был по их ведомству проходил не один раз по санкции Московской КГБ МГБ вот слово сказать вот что нужно было сделать а что сейчас делать конкретно уже все случилось его отлучили священникам в песенном виде чтобы дали покаяние в песенном виде только митрополит Кирилл говорит я считаю что здесь решать надо не в один день а иначе сам надо решить за что тут они начинают переборщать но со мной никто не советуется но я прошу одно патриарх поминайте за правителей молитесь Мишустин Михаил звать его ну там как его председатель государственной думы там или совета министров где-то вот руководитель правительства да правительства вот это бы я ему и сказал и что бы дальше я знаю он меня послушал он посмотрел бы как на сумасшедшего вот сейчас бы я явился вдруг вяза попереди бы стал говорить уже в этом испорченном состоянии уже в отключенном продолжает совершать какие-то сказал не носить не носить крест снял пастушане то малейшего нет если ты считаешь справедливым что тебя руку положили от патриархии ты должен прислушаться что говорит и сегодняшний патриарх что говорит сегодняшний митрополит так нельзя есть фильм такой Давид и там когда ну сказал что царство тебя отходит Самуил а там стоит Енофан как говорят и говорят Саулу он не настоящий пророк а он в этом своем сумасшествии это понимает если он не настоящий пророк то я не настоящий царь он меня помазал и здесь точно так же как можно отрицать патриархию когда она тебя рукоположила ты далеко идешь тогда и ты не священник никакого игумена не было никаких надо логически мыслить поэтому путь который я предлагаю это путь мира любви и благовестия а дальше если у них дело пошло я еще бы попросил идти сходить к митрополиту благословить еще 200 человек приезжайте сюда я бы 10 октября не выехал еще остался с ними а поехали бы тогда бы поехал когда монастырь полностью передан в патриархии он никакого отношения не имеет там уладились отношения я спокойно захожу и молюсь они не с отверженными где-то вот наше положение на нас как не говорили все соединились а мы нет мы до этого поминали патриархию к нам приезжает патриархийный митрополит служит отношение просто прекрасное вот путь который мы прошли а если бы мы как другие стали да я не признаю экуменисты то другое экуменизм даже в негодном виде лучше болота застойного когда ни с кем не встречается никого не видит а экуменизм какой я признаю но не молюсь с ними я должен посмотреть правила канонические но взять доброе я могу я у которых обычно что взял в первую очередь каждый священник берет когда отпуск две недели проводит в одиночной камере в одиночной келье ему все дают чтобы задумался о себе написал свои впечатления ходил на богослужения опять был один никаких бесед никаких благословений это католическое я бы это взял почему это необходимо нам задуматься я даже про это когда не знал в тюрьме находился думаю я вернусь каждый год буду я уходить в затвор здесь возьму поганое чистое ведро воды не получилось у них каждый день наплывает на меня столько что я вижу что если я уйду ущерб будет ущерб делу которое я делаю если дело твое угодно Богу оно будет трястись сатаною и поэтому домашнее Господь говорит враги ваши так считаем пятый пятую главу Матфея там везде блаженны нищие духом но награда обещается только за одно блаженство блаженны вы когда будут вас сгнать и неправильно злословить велика ваша не просто награда а велика а люди не понимают у тебя мира нет с ними у Христа ни с кем не было мира ни с фарисеями ни с саддукеями ни с серодианами других партий не было у него мира ни с кем не было совершенно не было но он есть мир он наш восток и поэтому сисюкать я грубо обращаюсь я попутно скажу я с вами грубо обращался или нет вы с вами обращались строго потеческо с любовью и слава Богу все и вот когда начинают об этом я говорю ласково ни одной души нигде не обратилась никогда ну и что дальше я могу показать вот приезжают люди вот сегодня думаю сходить к этим людям и приезжают которые вот они живые люди и батюшка говорит я только крещу для этого ни одного таланта не надо а чтобы обратить душу златоуст говорит нужны тысячи талантов это молитвы постоянно не акаписты какие-то считать я за акаписты но конкретная нужда да вот Максим написал книга уже в ваших руках она едет в Киев в Киеве в национальной и парламентской библиотеке все мои 38 книг в Харькове точно так же теперь в Николаеве в Одессе то есть центральные города Украины имеют полный комплект моих книг что бы я дал если бы и что написал не было опыта и главное у меня людей привязать к Библии и когда приходят люди вопросы задают у меня установка пришли не ко мне люди пришли к Богу а Господь через меня дает им ответ потому что Бог так установил такую иерархию иди призови Симона Петра а почему сразу был ангелу не сказать у Бога иерархия это надо помнить и поэтому я отвечаю со ссылками на Священное Писание вот сейчас пойдем ну я готовлю проповедь называется она отверстие себя хотя я на эту тему уже говорил несколько раз но все новые и новые события побуждают а когда архиерей приедет при нем я думаю разъяснить 72 Псалом это тоже никто не делал весь Псалом я сейчас не вижу я засчитываю а рядом помощник он считает места Писания я не толкую ничего я беру святых отцов и говорю вот так написано и это Писание которое я считаю сейчас оно подтверждается местами других мест то есть оно не противоречит не то что я придумал такое толкование уклон в свою сторону моей стороны нету нигде я себе не угождаю за последние два с половиной года я занес только в черный список больше 16 тысяч людей которые явно нападают сквернословыми матерками а ваши недруги они автоматически становятся и моими недругами да как получается друг моего друга мой друг враг есть враг вот относительно Сергия если придется вам где-то разговаривать с ними напомните об этом скажу у него у меня такая программа и вот это просчитать посмотреть ролик когда будет стоять на него сослаться скажи вы нащупайте и вы укажите на какой минуте о нем буду говорить я вы просто перечисляйте что все знают я даю программу которую никто не дает ему и дать не может ни один архиерей ни один священник ни один миринин они этого не знают у меня практика на этом пятьдесят восемь лет другого нет последнее последнее наставление Господь говорит так идите по всему миру кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать осужден будет это последнее последнее и сидите ждите пока обречете силы Духа Святого вот что нужно нужно быть рожденным свыше первое и второе быть движимым Духом Святым писали священное писание святые Божьи человеки будучи движимы движимы Духом Святым а ответы давать какие я отдаю свои ресурсы они самые большие только на одном канале у меня 21 500 роликов ну просмотров 54 миллиона это половина страны нашей хотя бы один раз заглянули но конечно может быть шире больше ну даже люди помогать и показывать мне ничего не надо дать знать что я есть и есть материал вот меня спрашивали вот если бы с Путиным у вас хорошие отношения лично установились хотя мои книги видели у него в библиотеке стоят я диски послал с начиткой Библии через его которое здесь правительство вот и что бы вы сказали да у меня просьба есть просьба большая как официально через свои ну там какие есть каналы сделать известны наши ресурсы сначала проверили мы посмотрели я призываю молиться за правителей а какое ваше отношение к Путину да никакого отношения нет кроме того что указал господь молите за царей начальствующих это я все попутно показываю чтобы вам жить благочистое все свои то что ты это проклинал даже они никакого значения не имеют убрать и сказать я виноват на каждого виноват раскаиваясь простите христа ради это начало нового пути и все что сегодня есть уже через год забудется перейти на колени встать перед своим архиереем принести покаяние в истинном виде как он требует и требует справедливо я понял что с их архиереем дело иметь можно можно тем более он уже прожаренный может быть у него характер другой был но тут он стоял на грани и одно движение его бы сразу убрали но я их знаю в кухне прости господи вот это вы можете ему сказать или написать или заехать я не знаю вот по поводу миссионерских курсов я понял из общения с послушниками послушницами монастыря что почва передо там пока не приготовлена я спрашиваю у вас проводится занятие по исследованию святых писаний а как известно призыв исследований святых писаний это божье повеление величины самим господом иисусом крестом и апостолом павлом там оно не выполняется мне отвечают что в общем то у нас книги библиотеки есть мы их читаем и что нам непонятно мы спросим у батюшки который нам на все ответит я говорю если бы так оно было что на все ответит а она мне в ответ но это уже мудрование опасное поэтому мы уходим и так понимаю что проще конечно почитать Акафис проще почитать Псалты на церковно-славном языке и гораздо сложнее все гораздо сложнее исследовать Святые Писания как написано об этом как призывает к этому Господь и его апостолы таким образом я конечно передам эту просьбу и она будет озвучена этим видеороликом они услышат кому надо услышать у Сербии есть власть авторитета если он скажет благословляю езжайте они поедут даже если они далеко попозный вопрос вы видели как приезжала Ксения сообщать к ним ну я видел да фрагмент этого так другие которые приезжали к ним не расположены отношение какое а ведь могло быть другое а какое другое ну просто не обязательно пускали там не пускали другое то но хотя бы хоть что то сказать им о Христе ничего никому нигде и ничего они не могли им предложить а это означает вы себя окружили тем что все враждебные даже вы не знаете еще враждебное или нет но так нельзя как называется априори прежние решения прежние беседы и намертво ни под каким видом ну и дальше что если она там что то упала она там повредила руку там может все это нарушено но факт то что можно было по другому ну когда то сели вы разобрали вот она приехала она такая кощуница венчалась а после этого начала такое тут же прям сразу ясно дело что не дело делает а почему ну хоть одно бы рассуждение было нигде я этого не вижу он по бумажке стоит считает ну ты просчитал раз другой третий ну фактически это одно и то же если проклятие твое в силе а тем более а зачем оно не проклинайте а благословляйте нет этого совсем совсем этого нет и благословляется и благословляется и больше ну да понятно посланники евреям 7 глава 7 стих меньше благословляется больше меньше больше и меньше отлучается больше а не наоборот ты можешь не общаться ну пятнадцатое правило там двукратного собора это так ну и бесед не было и ничего не было я его предаю анафеме меньше не может этого делать если хамство то как правило хамство идет от детей хам на отца сказал и младшего на старше а старший увещевает его говорит накладывает на его эпитемию черный континент получился они как будто никогда Библию не держали а она там есть Христос не сказал там не считайте ты должен идите слово идите шагайте нет такого что строят каменное здание храм Господень храм Господень а Господь говорит камень на камень останется все не в этот храм который вот храм его поднимите его а там я знаю которые пришли зэки и чтобы они бросили что они употребляли не курят извините я имею общение с ним самое прямое и скажу ни одного не знаю ни одного вот представьте я 18 лет в тюрьме работаю помогаю иду несу по рации выступаю меня слышат и спрашивают сколько человек покаялась я отвечаю ни одного как так да так они выходят устраиваются работают даже в церкви обращаются но там ни одного почему продолжают также курить это для меня все дальше они ну не всегда хотя бы так скверно сложат но это так иди сюда иди иди сюда иди сюда иди вот так ученый кот смотри как он вяжет так вот это необходимое им и я еще живой как дома располагается сразу так еще одно отличие есть между православным селом потеряем крестовоздушинской общиной и всеми остальными монастырями в том числе и среднеуральским там почему-то как черта ладана боятся видеосъемки но если монастырь это свет так этот свет должен гореть наверху горит на горе его ставит подсвечник на столе а не под столом ведь если вы хотите пропагандировать светлое божественное крестьянское то это надо доносить людям а как это доносить доносить через то чтобы они сами люди приезжающие туда своими глазами не только видели но и документировали то что видят и потом ретранслировали поясняли разъясняли делились со своими впечатлениями и кадрами взятыми из жизни этого монастыря они пишут совершенно другую историю оказывается там все даже как бы солидаты доносчиков если у кого-то видят телефон и он что-то хочет снять то мгновенно подходит охрана а этот человек по имени Андрей там у них есть такой телохранитель из Хюмена Сергия так он без церемонов во время богослужения не помятая о том что благогвенную тишину вообще нарушать нельзя может подойти потребует у тебя телефон только потому что кто-то донес что человек где-то там что-то снимал или может снимал и удалить все записи которые там есть вот у меня такой случай и был конечно это очень неприятно когда подходит тебе человек и требует а ну дай мне свой телефон я его проверю богослужение литургия идет вот и ты так сказать это теряя благодать Божию понимаешь что это проделки беса который мешает тебе надлежащим образом молиться вынужден подчиниться этой грубой силе ну иначе хуже будет храма может вывести вытолкать и так далее я эту эту брать признаю поэтому и что мне очень так сказать огорчило я знаю это попросил благословение у Семена Сергия сделать снимки того монастыря в котором я нахожусь вот он мне благословляет причем это происходило в широком кругу люди многие приехали туда общаются с ними я тоже подошел и он мне даже благословил обнять его как я вас обнимаю такой щуплененький он худенький но он чувствует что стержень у него такой несгибаемый и он благословляет а на следующий день подходит ко мне охрана и удаляет все записи потому что Семен Сергий передумал ну вот я думаю что надо свое слово сдерживать хотя бы так получается это авторитет человека который сильно слово дал а завтра убрал но есть такие моменты когда может кому-то что-то не хочется показывать я читал в интернете что все земли здания которые там есть на них еще нету технической документации то есть они построены а официально они в действие не введены это получается самострои а учитывая что сейчас отношения монастыря с епархией напряженные то конечно же никакой помощи думаешь ожидать епархии в воздействии на светские власти чтобы узаконить эти здания сооружения не поэтому может они пытаются как можно от глаз человеческих что-то скрыть но это не выход из положения поэтому тут надо конечно самим насильником стереть и руководству думать и пытаться скрывать то что есть а публично выставлять это получается как с тем решением нашей московской патриархии которое приняло правило обведение такого понятия как служебная информация разглашение которой вылечет за собой наложение эпитимии как на священников так и на других лиц ну да ну ладно все мы сейчас пойдем прогуливать собак я буду готовить еще и на этом все с нами пойдешь нет Иван Инатий Тихонович вас знает наследница монастыря Антонина Ярдакова она слышала ваше выступление в те в конец восьмидесятых годов когда вы в Парнауле собрался народ всю резолюцию приняли чтобы громить коммунистическую партию вот приняли резолюцию теперь надо идти и закрывать ирочным порядком все эти райкомы горкомы вот а вы выступили и у людей так сказать упало какое-то агрессивное настроение очень агрессивное готовились прямо громить коммунистов а меня милиция увидела когда где капитра установлена была прямо около да почти рядом с краевой администрацией они забежали меня под руки и затащили вот везде я стою перед микрофоном я выступил и буквально все на ноль окусилось еще очень благодарна вам монахиня платонина она читала сусу молитву на уборке картофеля я помогал там а я говорю а у нас читается симметратная молитва она а какая-то я прочитал которую которую господь он положил на сердце вот ей так это понравилось что она попросила эту молитву записать ей я значит с трех часов ночи до четырех утра до пяти утра писал эту молитву вот а потом она мне подарила ну уже с собой нет у меня его подарила мне на память ну один сувенир из монастыря кстати там это монастыре практически торговли нету нет того чтобы там продавалось что-то есть у них там библиотеку книжный магазин типа этого это и есть у них и больше ничего так что на фоне других монастырей торговли там практически нету совершенно так мы сейчас уходим пойдете с нами обязательно ну смотрите так белый уходи давай давай трой то есть и уже храм не надо подготовиться вы еще не забудьте себе положить и сразу